МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городском исполнительном комитете обсудили состояние оперативной обстановки на территории Барановича за 2020 год. Лучшие дружинники нашего города отмечены грамотами и благодарностями. Менее 2000 рублей за квадратный метр, и это в столице. Уникальное предложение от крупнейшего застройщика страны в премиальных жилых комплексах. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановича». В ближайшее время в Беларуси при поддержке Всемирной организации здравоохранения пройдет значительное эпид-исследование, которое будет направлено на выявление процента населения, которое на сегодня имеет антитела в крови. Это исследование будет проходить не одномоментно, а на протяжении определенного времени. Так специалисты смогут посмотреть в динамике, как меняется распространенность инфекций среди населения. В городском исполнительном комитете обсудили состояние оперативной обстановки на территории Барановича за 2020 год. Эпид-обстановка, связанная с распространением COVID-19, повлияла существенным образом на профилактическую деятельность Барановического ГУВД, что не позволило в полном объеме проводить комплексные профилактические мероприятия как с жителями города в целом, так и с лицами, состоящими на профилактических учетах в Барановичском ГУВД. В 2020 году органы внутренних дел столкнулись с новыми рисками и угрозами, что повлияло на уровень общественной безопасности и правопорядка. Эпид-обстановка, связанная с распространением COVID-19, оказала влияние на профилактическую деятельность Барановического ГУВД, что не позволило сотрудникам в полном объеме проводить комплексные профилактические мероприятия как с жителями города в целом, так и с лицами, состоящими на профучетах. По итогам 2020 года впервые за последние пять лет отмечается рост общего количества зарегистрированных преступлений, что обусловлено почти трехкратным увеличением зарегистрированных преступлений по направлению деятельности по противодействию киберпреступности, в том числе по направлению деятельности уголовного розыска. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество убийств, разбоев, грабежей. На уровне прошлого года осталось количество уничтожений или повреждений имущества. При общем увеличении преступлений по линии уголовного розыска возросло и количество преступлений, относящихся к категории особо тяжких и тяжких, что обусловлено увеличением количества тяжких краж, злостных хулиганств, умышленных уничтожений либо повреждений имущества, а также фактов причинения тяжких телесных повреждений. Удалось уменьшить количество лиц, погибших от преступных посягательств. По-прежнему большинство погибших стали жертвами нарушения правил дорожного движения. Убийство, а также одно лицо погибло от причинения тяжких телесных повреждений и одно в результате причинения смерти по неосторожности. Продолжает отмечаться начавшийся с июля прошлого года существенный рост количества преступлений в сфере киберпреступности, которые составили более четвертой части от всех зарегистрированных на территории города преступлений. Из 434 киберпреступлений более трети совершены путем использования мошеннических интернет-ресурсов, внешне схожих с ресурсами банковских учреждений и разделами торговой площадки «Куфор», а также путем завладения реквизитами банковских платежных карт в ходе телефонных разговоров под видом сотрудника банка. В данном направлении на территории города Барановичским ГУВД проводится комплекс профилактических мероприятий по предупреждению хищений путем использования компьютерной техники. Проводится выступление в трудовых коллективах и по месту жительства граждан, в особенности пожилых, престарелых, инвалидов. О навыках безопасного пользования банковскими платежными картами, способах и методах защиты от преступных посягательств. Хочется отметить, что ряд служб ОВД Барановического горесполкома признаны лучшими на территории Брестской области. Лучшие сотрудники по итогу заседания награждены грамотами и благодарностями горесполкома и Барановической межрайонной прокуратуры. В последние годы в Брестской области увеличивается число свободных участков в садоводческих товариществах. Сейчас в области зарегистрировано 715 таких товариществ, в которых насчитывается 80 300 садовых участков. Из них в перечне свободных – 8560 участков или 10,5% общего количества. Эти земельные участки сегодня не востребованы. Для того, чтобы определить дальнейшую судьбу этих участков, а они так или иначе начинают зарастать, предлагается провести до 1 октября инвентаризацию. В прошлом году в регионе за неиспользование и неосвоение земель у граждан изъяли 488 участков, из которых 161 был предоставлен для строительства и обслуживания дома, 327 – для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, юрлиц изъяли 17 земельных участков у ИП-3, у 20 фермерских хозяйств – 517 гектаров. Принятые меры позволили в прошлом году вовлечь в хозоборот 1306 гектаров земель. Управляющий делами Барановического госполкома Андрей Семашко вручил заслуженные награды дружинникам, которые были отмечены по итогам минувшего года. Лучшие добровольные дружины наградили в Барановичах. Грамоты и благодарности победителям вручил управляющий делами Барановического госполкома Андрей Семашко. Он поблагодарил присутствующих, которые по велению сердца исполняют свой служебный долг по охране общественного порядка. «Чтобы навести порядок, нам надо действовать сообща, не разделяя проблемы на личные и чужие», – подчеркнула Андрей Семашко. Награждение отличившихся позволяет не только отметить лучших из лучших, но и популяризировать добровольческое движение в городе. При выборе лучших общественных объединений правоохранительной направленности комиссия учитывала степени взаимодействия с сотрудниками милиции, совместное патрулирование, участие в охране общественного порядка, эффективность работы с гражданами. Так, добровольная дружина завода станка принадлежностей во главе с командиром Владимиром Будько признана лучшей в Барановичах. Второе место в городском смотре конкурсе заняла дружина БПХО – командир Дмитрий Аскальдович. Почетная третья – дружина Барановича Газа – командир Инна Трубчик. Всего в нашем городе 137 волонтеров, которые помогают милиции поддерживать порядок. Всего за прошлый год зафиксировано 57 административных правонарушений, выявленных с помощью добровольцев. Планируется, что в ближайшее время на предприятия, где работают дружинники, будут направлены благодарственные письма за подписью председателя горисполкома Юрия Громаковского. Органы Минприроды выявили в прошлом году в Брестской области более 1700 случаев несанкционированного размещения отходов. Это на 60% больше, чем в 2019. Чаще всего такие факты фиксировались в сельской местности. В целом, организация сбора и вызова коммунальных отходов в регионе существенно улучшилась. Сейчас раздельным сбором мусора охвачено более 80% населения области. Только за прошлый год количество установленных контейнеров для сбора ТКО увеличилось практически в два раза. В Бресте, Барановичах, Ляховичском, Столинском, Каменецком и других районах области проведена значительная работа по оснащению контейнерами и спецтехникой службы ЖКХ. Сейчас в области насчитывается 121 мини-полигон ТКО. На Брещене извлекают из отходов более 27% ВМР. Это один из самых высоких показателей в республике. Оператор вторичных материальных ресурсов запланировал выделить в этом году значительные средства на начало реализации проекта по реконструкции сортировочной перегрузочной станции в Барановичах. Мощной станции будет увеличено практически до 75 тысяч тонн отходов. Для реконструкции полигона планируется привлечь 6,5 млн евро кредитных ресурсов Всемирного банка. Менее 2000 рублей за квадратный метр и это в столице. Уникальное предложение от крупнейшего застройщика страны в премиальных жилых комплексах. Например, в Минск-Волт – крупнейшем многофункциональном комплексе Европы. И чуть дороже в парке челюскинцев. Они уже изменили образ города, создали новый стандарт городской среды. И да, каждый может сюда переехать. Почему это выгодно прямо сейчас, объясняем в репортаже. Самое главное для семьи – собственное жилье. Это знают многие поколения горожан. Собственное жилье – это независимость в жизни, стабильность и уверенность. Жизнь в столице – вариант достичь успеха для тех, кто к этому стремится. И современный тренд для минчан. Менять свою жизнь в лучшую сторону – реальность именно сегодня. Лучшее предложение на рынке – комплекс Минск-Уорлд. И это бесспорно. Тысячи и тысячи семей рискнули и теперь довольны выбором. Слово тем, кто уже выбрал. Это хороший подарок в новом году. Надеемся, что этот год будет очень хорошим. Все будет хорошо. Стереотип, что покупка столичного жилья в престижном районе нереально. Реально. Сомневаться в собственных силах не стоит. Нас очень привлекла рассрочка, потому что у нас молодая семья, у нас маленький ребенок. Очень понравились планировки. Для нашей семьи это большой шаг. Район – это центр города. Нас порадовало то, что в нашем квартале будет две школы. Для нас это очень важно. Грандиозная стройка в столице и в стране – не только возможность улучшить жилищные условия. На практике комплекс – это шанс для бизнеса закрепиться в новом районе. Районе молодом, где высокий спрос на товары и услуги. Покупая квартиру в новом доме, стоит подумать, как заработать и на коммерческих помещениях. Они – часть инфраструктуры самого крупного жилого комплекса Европы. Выбрали помещение, 13 квадратов, оборудуем полностью и будем сдавать. Современные решения для всех и для тех, кто хочет жить в своей квартире. А позиция застройщика, что в своей квартире должна жить любая семья со стабильным доходом. И для бизнеса. В каждом доме квартала – коммерческие помещения. Впоследствии – это кофейни, парикмахерские, магазины шаговой доступности, турагентства и многое другое. Идеи и доходы за бизнесом. Это то, что надо вам. Это шанс жить в премиальном жилом комплексе Европы. Момент, безусловно, очень волнительный, долгожданный и очень-очень желанный. Посчитали, что очень выгодное вложение. И продали машину и внесли деньги на квартиру. Комплекс развивается и строит его, опережая графики. Именно здесь будут новый городской парк, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И именно здесь международный финансовый центр. Его строят в сотрудничестве с Востоком и Западом. В этих невоскребах тысячи новых рабочих мест. Миллионы прямых и еще больше косвенных инвестиций. Город строится и строится именно здесь. Инфраструктура в приоритете. Школы и детские сады, коммерческие и общественные помещения. 7 школ и 12 детских садов. Медицинские центры, поликлиники. Новый стандарт. Вместо подъездов – лобби. Вместо забитых машинами дворов – паркинги и парковки. Проходит третья линия метро. Хоть и на машине до центра всего 5 минут. У застройщика много интересных объектов в столице. Комплекс парк Челюскинцев – новый мотив в городской жизни. Рядом сотни гектаров парка и леса. И все это в центре столицы. Здесь остались квартиры в уже готовых домах. Рядом устоявшаяся инфраструктура самого центра города. В домах паркинги, куда можно попасть на лифте. Детский сад, встроенный в жилой дом. Второй строится. Все это доступно вам, смелым и амбициозным. Важна цена. В Минск Уорлд цена от 1999 рублей за квадратный метр. В парке Челюскинцев в готовых домах от 2950 рублей. Если бронировать свое жилье онлайн – 1000 рублей бонуса. Но эта акция только до конца января. Есть и беспроцентная длительная рассрочка от застройщика. Индивидуальный подход каждой семье. Дома сдаются практически каждую неделю. И все новые объекты доступны покупателям. Только что сортовали продажи квартир в доме Майами. Удобный дом и удобный сервис, позволяющий приобрести собственное жилье для многих семей. Но лучше поторопиться. До конца акции осталось всего несколько дней. Сроки пересылки почтовых отправлений выдерживаются для 95% отправлений. В рейтинге индекса почтового развития Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20 место среди 170 стран. Продолжается расширение сетей и функциональных возможностей почтоматов, что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сейчас в Беларуси 30 терминалов самообслуживания. С 3 ноября 2020 года начато поэтапное масштабирование проекта «Мобильный почтальон» в областных филиалах и на производстве «Минская почта». С 3 января текущего года работает Национальная почтовая электронная система. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин